Привет, YouTube! Сегодня у нас с вами внеочередная аутофилия. Как и в случае с Черным Кузнецом, ситуация отчасти схожая, я не собирался возвращаться к творчеству этой группы, но мне пришлось. Поехали! Аркона, как много в этом звуке или мало? Все зависит напрямую от того, к какой субкультурной формации вы себе причисляете. Определяете ли вы для себя металл строго в рамках хэви и пауэра, как истинный маг Сергей Сокол или обладаете более широкими и толерантными взглядами? Разделяете ли вы мнение славянофилов о том, что русская группа должна исполнять песни только на русском языке и следовать народным традициям или вам по душе мировоззрения так называемых западников? Так или иначе, но от этого самоопределения зависит и отношение непосредственно к группе. Объективно же говоря, Аркона примечательна своим контрактом с Напалм Рекорд, заключенным аж 10 лет назад. По мнению любителей андеграундной музыки, это было большим прорывом для отечественной музыкальной сцены и с тех пор, дескать, ничего более значимого по масштабу не происходило. С точки зрения андеграунда, наверное, так оно и есть. На мой же взгляд, более значимым и актуальным для российской внеформальной сцены стал прорыв Little Big и более-менее близких к Арконе Second to Sun. Хотя, конечно, Владимир Рехтинян более изобретательный композитор, его Second to Sun уже не первый год лидирует в топовых зарубежных чартерах, но отечественные поклонники тяжелой музыки продолжают бубнить только про Аркона, обсуждая при этом ортодоксальность аудитории Арии и Кипелова. Двойные стандарты, как они есть. Андеграундная тусовка не менее, а порой и более ортодоксальна, чем так называемая мейнстримовая. Но вернемся к нашим славянам. Знаете, мне всегда было забавно, что в группе, позиционирующей себя как Pagan Metal Band, такие исконнославянские имена. Маша Скрим и Лазарь. Дуба, дорого посмотреть. Ну ладно. Аркона, в отличие от многих своих отечественных коллег по цеху, пользуется определенным успехом на западе, что позволяет ей принимать участие в тематических фестивалях и устраивать небольшие гастрольные туры. В глазах андеграунда это именно то, к чему должна стремиться любая группа. Да и на простого обывателя афиши с гастрольным графиком группы производят немалое впечатление. Правда ровно до той поры, пока он не начинает интересоваться размерами площадок и форматом выступлений. Оказывается, что по факту, несмотря на контракт с Напалм Рекордс, Аркона находится за пределами шоу-бизнеса. Никакого реального прорыва у группы нет. Есть только хорошо отточенная работа с западными поклонниками андеграунда. Никаких контрактов ни с мейджор лейблами, ни с саб лейблами у коллектива нет. Аркона просто гастролирует по Европе и иногда по США, чем собственно и занимаются многие их коллеги из местных. Эдакие новые кочевники, перемещающиеся из одного фестиваля на другой, чьи имена зрители не всегда и запоминают. Андрей Большаков, бывший лидер золотого состава мастера, автор одного из главных хитов отечественного металла «Воли и разума», очень метко охарактеризовал ситуацию вокруг группы. Да, Аркона постоянно принимает участие в различных европейских фестивалях, имеет европейские гастроли, но по сути она играет за компот. И в отличие от того же мастера, собирающего в конце 80-х, начале 90-х стадионы в Европе, довольствуется клубами. Но стоит, конечно, учесть, что время было другое. И музыканты тоже. Если тот же Большаков с сотоварищами давали порядка 30-40 концертов в месяц, играя по 2-3 в день, то Аркона аналогичное количество выступлений дает в кур. Да и композиторский масштаб у музыкантов разный. Все-таки пэган-метал – жанр, не предназначенный для широкой аудитории. Если какие-нибудь вещи в духе утяжеленного «Золотого кольца» при благоприятных обстоятельствах могли бы зайти массом, то классическое чередование Гроула с Крима с чистым голосом уже нет. Но поскольку музыканты за прошедшие 16 лет более-менее придерживаются однажды выбранного стиля, то значит их вполне устраивает текущее положение дел. Альбом «Храм» стал восьмой полноформатной работой коллектива. Музыкальный материал пластинки представляет собой пестрое экритичное полотно. На пэган-металлический костяк коллектива нанизаны элементы эмбиента, блэка и пауэр, характерного для дебютника Возрождения. Ну и поскольку Аркона все-таки языческий металл, присутствуют и ярко выраженные эстрадные и фольклорные мотивы. Отдельно стоит отметить комичное подражание шаманским напивом. И если не слышать настоящее комлание, то все это можно принять за чистую монету. На кого-то это бесспорно должно произвести впечатление. В советское время была издана интересная книга «Буржуазная массовая культура». Основная мысль была в том, что западная так называемая капиталистическая культура стремится подменить собой реальность не только тягущего дня, но и прошлого и грядущего. Рисуя вместо правды суррогат бытия, так и здесь вместо соприкосновения с миром предков какой-то народной культуры получается всего лишь паразитирование на образ. Несмотря на то, что тексты Арконы строятся на славянской мифологии, в самой музыке практически нет и следа от народной русской традиции. Музыкальный материал выдержан в общеевропейском ключе с минимумом национального колорита. Если бы у пластинки было хорошее звучание и микс, то представленный на ней материал воспринимался бы намного лучше. Тяжело оценивать альбом, когда постоянно отвлекаешься на само звучание. Очень странно, что несмотря на контракт с Напалм Рекорд, существенного прогресса в звуке у Арконы не произошло. Сергею Лазарю стоило бы вместо борьбы с несогласными на просторах интернета больше времени уделять над самосовершенствованием себя как звукаря, ведь покупкой новомоднейших пресетов работа звукорежиссера не заканчивается. О многом говорит и тот факт, что пластинка Храм вызывает ассоциации с не самым лучшим релизом отцов-основателей Дума, Paradise Lost и их одноименным альбомом 2005 года. Прямых музыкальных параллелей нет, у Арконы материал на порядок сложнее, но само настроение и звучание весьма схожи. Возможно, Арконе в будущем стоит поработать с другим звукорежиссером и продюсером. Все-таки то, что было модным и актуальным в конце 90-х, начале нулевых, сейчас звучит очень архаично. Альбом Храм коллектива Аркона далеко не последняя работа в рамках отечественного андеграунда, и вполне закономерно найдет своего слушателя. Выйти же за однажды установленные самой группой рамки коллективу так и не удается. Последняя работа Аркона – это Анаркона Сергея Сокола в жанре пэган-металла. В обоих произведениях полет творческой мысли постоянно сбивается оглыбой неподъемных идей, пространных метафор и скудности выразительных средств. Аркона была, есть и остается сугубо поджанровым явлением. Донести что-то массовой аудитории музыканты не в силах, а может быть и просто не хотят. До новых встреч, удачи!